всем доброго времени суток с вами чешир почти самый разгар весны птички солнышко бутончики расцветают на деревьях и и снег откуда он у меня непонятно но за окном он падает но а в данном обзоре мы поговорим о втором маленьком данжи апдейты 5.0 под названием лаборатория повелительница стихий ну и по спойлерю вам совсем немного описание ивента который как раз устанавливается на сервера во время профилактики обзор друзья мои именно это слово я употребляю не гайд не пособие а именно обзор потому что по моему мнению например слово гайд конечно полезно но как-то автоматом заставляет принимать увиденный или услышанный же материал за чистую монету а я считаю этого делать нельзя например данжей воюне много актуальных или же уже нет и способов прохождения их тоже достаточно и каждый волен и я считаю должен выбирать для себя более удобный для него способ фарма того или иного данжа поэтому я буду использовать от селе и дальше слово обзор чтобы не водить как раз вас в заблуждение но давайте все-таки о данжах данж находится рядом с главной крепостью во старе унях или же нос в ульде уасма входы туда по вторникам четвергам и субботам а свитков шопе нема квестовые цепочки туда аналогичные руинам первый раз задание на двух квестовых мобов и финальную рбшку а потом повторялка только на последнего пита залазим в данж и видим старую добрую лабораторию табомаса точнее кусок ее очередной подвал с двумя комнатами забитыми мобами как и в руинах мобы обычной элитки с завышенным хп а в дропе у нас хлам камни и чуть-чуть ржа все идентичным прошлому данжу также есть квестовый моб кровавая галатея тоже дает нам ключ на сундук с последнего босса ну или как на видео не дает она все-таки жадина внешка выглядит как женское боди вполне даже няшенько и секси но по мне как-то простенько все-таки а вот цены на него вполне даже вкусные что дает дополнительный стимул сюда наведываться время от времени идем по данжу чистим качаемся получаем экспешку ну и доползаем до последнего рб заходим вставим в питае начинаем дпсить ну а саппорта как всегда знают что сделать чтобы ддшкам было хорошо ну и также немного мнений игроков по поводу данного данжа расскажите пожалуйста ваше мнение про лабораторию повелительницы стихий ну как бы ну простенький да самое главное что там был контроль и все так проходится легко как вы думаете он полезный или вообще бесполезный в принципе честно сказать полезно собственно также как руины да 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 я думаю что это также бесполезен как руины злых духов то есть в общем никакого фана и ничего полезного в нем нету на мой взгляд да ничего там нет но но как же внешечка за 200 миллионов как точнее какая тенар меня на не впечатлило но легкий проходной данж чем можно все добавить не знаю как полезен не полезен на ваш взгляд за такси если честно ремочка красивая но конечно ремочка как всегда ну в сторону столько если ради ремок и точек с учетом того что все знают где точки тут крабиться и поскольку они очень дешевые когда актуальность данжа очень минимально плане того что то что он такой же бесполезный как и руины злых духов ну совсем но неужели там еще хорошего не то внешечка за 200 миллионов но по крайней мере сейчас на аукционе она так стоит одна единственная да нет там ничего хорошего вообще даже даже самая внешечка у бога печально ладно спасибо мнение мы выслушали реакция такая же как и на руины давайте немного расскажу про скилл и пита плавающий удар слабенькая масса на 4000 хп стихийный шок это массовая замедлялка на 2000 хп и чистится хилом или же баночкой неистовый огонь это одиночный дебаф который не снимается но и особенно вам ничего не делает кроме как тикает по полторы тысячи хп а вот вопль земли достаточно неприятная масса на 8000 хп а теперь самое интересное призыв стихий призывает по два моба в воду и землю либо же огонь и воздух тут некоторые варианты либо убиваем их либо контролем лучше конечно контролить но это все равно не важно самое важное это сбить у этих мобов скилл стихийная вспышка так как данный скилл может заваншотить всю пачку ну и неплохо конечно если вы все столь любезны и повесите мобов на ддшек если у вас все-таки нету контроля чтобы они не висели на хиле потому что они сбивают каст ну и после того как вы законтролили скилл мобы автоматом пропадают данное действие вполне могут совершать два человека ну на каждого по два моба также еще есть повеление разрушения это одиночная не счищаемая немка и копье повелительница стихий достаточно сильной массы на 10000 хп но самое странное данные два скилла он кастует только на 30 процентах хп и забывает о них а на 25 процентах пип психует и дает 5-7 вопли земли подряд ну который собственно надо пережить вот как-то так и бьем до конца все рбшка падает лутаем один ящик с фиолом на всех огорчаемся что сходили в данж просто так и выходим да да это все такой же бесполезный данж как и руины выхлоп 0 время и расходка тратится после 70 левела даже кач уже не айс насколько же пессимизма и печали во всем этом весна же давайте порадуемся хоть чему-то на самом деле не все так плохо идем на наш любимый форум открываем патч ноуты не доехавших пока что до нас обновлений и внимательно их прочитаем обновление от 1702 2016 речь пойдет о трех данжах руины злых духов лаборатория повелительницы стихий обитель оракула бритра аккеля и так петель уменьшен урон от некоторых умений и количество их использования у призываемых мобов снижен ранг и значение хп также увеличено количество опыта получаемого во всех трех данжах изменена награда получаемая при убийстве финального босса после убийства есть шанс получить мешочек со стигмой а также мешочек с символами кровавой битвы и коробку с оружием или доспехами а в награду за прохождение некоторых заданий добавлен древние монеты и так вот вам и нерв данных данжей о котором я говорил в прошлом видео питы станут проще что облегчит фарма этих данжей малышам ну и новичкам а хайлевелы и топушки получат хоть какой-то дополнительный шанс вытащить отсюда что-то вкусное хотя бы на продажу так что не все так плохо и вполне данные данжи имеют право на существование в мире айона 50 ну а примерная дата установки всех этих обновлений у нас ориентировочно 24 мая так что ждем надеемся и верим немного хочу рассказать вам о том какие видео вас ожидают в ближайшее время финальная часть пве экипировки в которой мы подведем наконец-то итоги обзор на данж библиотека знаний и обзор на экипировку из этого же данжа а также обзор еще нескольких данжей и будущих ивентов ну а теперь небольшие спойлеры про ивентик который сейчас устанавливают на наши сервера все описание ивента я вам конечно не прочитаю также как и не назову точные цифры которые будут использованы в нем первое для этого есть форум и наш славный км который через какое-то время вывесит это все для вас а второе этот самый км вчера хитро или очень случайно уснул и не донес на меня точную информацию поэтому все будет очень приблизительно но что же будет а будет установлен npc с квестами подходим к нему берем квест или же квесты идем в данжи проходим выходим сдаем мы получаем в награду с да да то самое с за пв но на фоне рунаториумов ха ха ничего сверх естественного ждать от этого ивента не надо просто чуть-чуть дополнительная награда к обычной игре а впереди у нас майские праздники и вообще май в котором будет достаточное количество ивентов достаточно интересных и вкусных ивентов немного приблизительной информации о некоторых из них вы сможете узнать из моих будущих видео ну немножко раньше остальных ну и как всегда ставим лайк подписываемся вступаем в мою и в официальную группу айона вконтакте наслаждаемся ну а я наконец-то пойду посплю